Вот так вот без всякой помпы компания Apple представила новые наушники AirPods Pro. Давайте поговорим, это новое видео на канале, я начинаю, поехали! Сегодня, 28 октября 2019 года, буквально несколько часов назад, компания Apple миру представила на своем сайте, без всяких презентаций, новые наушники. Я пользуюсь первым поколением AirPods, для меня эти наушники более чем удобные, но давайте поговорим о новинке, что это за уши, сколько они стоят, когда будут продаваться, вообще мое мнение касательно дизайна, цены и всего вот этого. Давайте начнем с дизайна. Ну, во-первых, это все субъективно, кому-то понравится, кому-то нет, мне на первый взгляд не зашло, честно, вот не зашло. Хоть они, конечно, и позиционируют это как профессиональное звучание звука, это 10-ядерный процессор, все-все-все можно ознакомиться по ссылкам в описании на предзаказе либо на официальном сайте Apple, есть сменные вкладыши, которые могут подстраиваться под разный размер уха. То есть раньше они об этом не думали, а сейчас, спустя несколько лет, они поняли, что в принципе у всех уши разные, и как раз такие наушники-вкладыши, они должны быть, наушники, точнее затычки, они должны быть, точнее они и есть профессиональное звучание звука, в том понимании, что ты не слышишь окружающий звук. У них есть дополнительные датчики, то есть ты можешь, у новых наушников есть дополнительные датчики, ты можешь делать так, что ты можешь в прозрачном режиме слушать окружающую тебя среду, то есть ты можешь слушать окружающие тебя звуки, либо простым переключением полностью погрузиться в мир профессиональной качественной музыки. Естественно, там новые процессоры, сопроцессоры, но по внешнему виду, честно, не очень зашло. Касательно стоимости, в Америке 250 долларов, если быть точным 249, в России 21 тысячу рублей, а если уж точнее, 20 990 рублей. Я считаю, что это очень конский ценник, даже с учетом того, что это компания Apple, их продукция всегда стоила бешеных денег, но за эти деньги можно купить смартфон, беспроводные наушники, и еще останутся деньги на мороженку, если выбирать другого производителя. Но всегда были, есть и будут продажи у компании Apple, эти наушники будут покупаться в огромном количестве, так бабки не ходить, тут их гадать не надо на кофейной гуще, поэтому как-то так. Что касательно продаж в России, предзаказы, скорее всего, будут работать уже со следующего дня, то есть завтрашнего, в таких больших сетях, как МТС, Визной, Билайн и всякие МВидео, тоже ссылки постараюсь со временем добавить в описании, для того, чтобы облегчить вам поиск. Прошли, сразу заказали, если захотели, оформили предзаказ. Наша цена в 20 990 рублей, это просто сумасшедшая. В Америке он выпускает 250 долларов, это порядка 15-16 тысяч рублей, плюс заплатить посредникам, это бандеролька, там всякие грабберы и тому подобное. В любом случае, вы заплатите какие-то финансы для того, чтобы вам эти наушники доставили. Что касается старта продаж, с 30-го, по-моему, если я не ошибаюсь, октября в Америке и примерно с середины ноября, то есть просто они пишут в ноябре на территории России. На сайте указано, что доставка, если вы сейчас оформите предзаказ, будет 2-3 недели, то есть мы понимаем, что это уже конец ноября. И с каждым днем, мне кажется, эта дата будет отодвигаться, потому что перед Новым годом опять создастся искусственный ажиотаж, и, как всегда, все будут перепродавать эти наушники с огромной наценкой, потому что никто не знал, что, допустим, несколько лет назад, когда вышло первое поколение AirPods, перед одним Новым годом, я не помню, по-моему, это был 2017 год, там был дикий спрос. То есть даже с Москвы и Санкт-Петербурга звонили в регионы и выкупали наушники, потому что москвичам, то есть рынок там больше, москвичам просто тупо не хватало. То есть спрос превышал предложение. Больше требовалось именно количество самих наушников, то есть партия была маленькая, во всех магазинах все это выкупалось, и серые поставщики они покупали в регионах. Мое субъективное мнение мне внешне не понравилось. Естественно, смотреть, как они будут звучать, если такая возможность удастся, я, естественно, их себе приобрету, но за 21 тысячу рублей увольте. То есть что вы думаете по этому поводу, можете смело написать сейчас в комментариях, что бы вы купили за 20 990 рублей, или все-таки, допустим, выбрали эти наушники. Мне кажется, что очень много людей сейчас просто-напросто, у них испорчено настроение, если они купили несколько дней назад себе наушники второго поколения за 16 990 рублей с зарядным кейсом AirPods 2. То есть им как раз-таки всего добавить надо было 4 тысячи рублей, подождать несколько дней, и тем самым они бы получили себе уже самое последнее поколение наушников. Сейчас же они ходят со вторым поколением, мне кажется, что им немножко обидно. А вот те люди, которые приобрели себе AirPods 2 без беспроводного кейса за 10-11 тысяч рублей, они как раз-таки сейчас на коне, потому что, в принципе, они ни в чем не обломались, они получили тот же весь функционал. Да, это не вакуумные наушники, но они все равно профессиональные, с новым звучанием и так далее, и так далее. Я считаю, что это победа тех, кто взял их просто за 10-11 тысяч рублей. Еще раз, что думаете вы? Пишите в комментариях, это инфоповод, это ролик, и поэтому я жду вас с комментариями Дональда, если досмотрели до этого момента. Совсем скоро увидимся. Спасибо за просмотр. Ставь лайк или дизлайк, пиши свое мнение в комментариях. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok